Недавно мы с мужем отправились в свое первое автопутешествие. Ну, это такое мини-автопутешествие, потому что мы поехали сначала в Суздаль, оттуда в Нижний Новгород, а потом вернулись обратно домой. И сегодня покажу, как это было. Ехали мы по новой платной трассе М12. Ехали весело, танцевали, пели песни и ели морковку. Трасса, правда, очень комфортная, она нам безумно понравилась, особенно мужу, потому что он был за рулем. Так как трасса новая, местами еще идет ремонт, но, в принципе, он никак не мешал. Больше всего мне понравилось, конечно, качество самой дороги, но и МФЗ, это многофункциональные заправки. На них можно было остановиться, умыться, покушать, передохнуть. И даже есть отдельная зона с тренажерами, здесь можно размяться. С платной трассы мы свернули во Владимир, посмотрите, уже видно купола, и поехали сразу в Суздаль. Суздаль, конечно, нас просто поразил. Мы здесь были первый раз, и, честно сказать, ничего особенного я от него не ожидала, но это было очень красиво. Здесь точно есть какая-то своя особенная атмосфера. Ну и картинка такая старинного русского городка. Так как мы приехали с пятницы по воскресенье, здесь проходил фестиваль. Суздаль вообще любит фестивали, поэтому, если вы поите в выходные, обязательно следите, может быть, какой-то фестиваль вы зацепите. Наш назывался Суздаль жарит и парит. Это был фестиваль гастрономии и воздушных шаров. Поэтому мы немножечко поразвлекались и на программе самого фестиваля. Здесь можно было поесть, купить сувениры. Мы, кстати, взяли очень классную статуэтку. Посмотрите, эта статуэтка очень похожа на нашу кошку Акву. Мы взяли точно такую же, только белого цвета. Ещё мы очень хотели поплавать на сапах по реке Каменка. Вот она на видео, она проходит через весь Суздаль. Но было настолько жарко, что мы решили, что купаться мы не будем. А на реке, не плавая, мы просто сойдём с ума. Потому что в сентябре стояла по-настоящему летняя погода. Вообще по Суздаль можно просто гулять, неспешно, наслаждаясь красивыми домиками, видами на храмы, потрясающей природой и вот этой вот необычной атмосферой. Можно зайти на экскурсию в монастыри, в музеи, в какие-то местные лавочки или в Суздальский Кремль. А ещё в Суздале очень вкусно. Конечно, здесь акцент на русскую кухню. Есть такие более традиционные варианты и современные. Нам очень понравился дом русского чаепития. Здесь какая-то просто невероятно домашняя выпечка и самые вкусные пельмени, которые я ела за всю свою жизнь. Чай наливают из самовара, но, правда, он электрический. Поэтому, мне кажется, от обычного чайника ничем не отличается. Магазины с сувенирами есть тоже как традиционные, так и современные. Или можно вообще на рынке купить у бабушки с прилавка какие-нибудь соленья или какие-нибудь вкусняшки. А ещё в Суздале вместе с машинами можно встретить вот такую вот карету с лошадьми. Кстати, на шарах мы так и не полетали, потому что народу было очень много. Мы не захотели стоять в очереди, но и даже просто наблюдать за тем, как шары взлетают в небо, было очень красиво. Особенно на закате. Вы только посмотрите. Кстати, перед тем, как отправиться в Суздаль, я видела много видео и смотрела много статей, где советовали, что посмотреть в Суздале за один день. Так вот, я вам скажу, что на один день ехать смысла никакого нет. Суздаль настолько прекрасный и спокойный город, что сюда лучше ехать, мне кажется, хотя бы на две ночи. И спокойненько гулять по городу, не торопясь и рассматривая все его красивые улочки. Пробыв в Суздале две прекрасных ночи и решив, что мы ещё точно вернёмся обратно, мы отправились в Нижний Новгород. Нижний Новгород считается столицей нашего Поволжья, но мы в нём никогда ещё не были. И он оказался потрясающим городом. Большим, хорошим, красивым, атмосферным, современным. И просто я сюда хочу вернуться ещё раз. Так как Суздаль больше по атмосфере похожа на какую-то дачу или деревню, Нижний Новгород всё-таки такой крупный мегаполис. Поэтому в мятой одежде ходить я не захотела. Мы взяли с собой наш новый мини-отпариватель Браун. Ручной отпариватель, вы его уже видели у меня в блоге. На него есть и видеообзор, и текстовый обзор. Кому интересно, посмотрите. И в эту поездку мы его затестили, можно сказать, в полевых условиях. Мы гладили одежду прямо в отеле. Удобно, что у него есть в комплекте специальный крючок, и можно вот так вот повесить плечики прямо на дверь, например, в ванную комнату. Я напоминаю, что все мои подписчики и, в принципе, все, кто смотрит сейчас это видео, заказать такой отпариватель может со скидкой. Промокод на скидку и ссылку на отпариватель оставлю в комментариях и в описании к этому видео. И давайте насладимся прекрасными видами Нижнего Новгорода. Сейчас на видео мы завтракаем в кафе, в кофейне, точнее, которая находится на территории храма. Это кофейня при соборе Александра Невского. Вот это вот самый знаменитый в Нижнем Новгороде красивый желтый собор. Без приключений у нас не обошлось, у нас спустило колесо. Но мы его быстренько подкачали, потом залечили наши на монтаже и поехали кататься на яхте. Ну, точнее, как говорит мой муж, ходить на яхте. Любоваться городом с воды, конечно, тоже прекрасно. Тем более, что погода нам позволила это сделать. Вот честно, ни за что бы не поверила, что в сентябре можно кататься по Волге в купальнике, и тебе не будет холодно. Местные жители говорят, что Нижний Новгород стал меняться в лучшую сторону примерно 2018 года. И продолжает это делать по сегодняшний день. Например, на кадрах сейчас район, который называется Стрелка. Это место слияния Волги и Оки. И до революции здесь был порт, сюда приплывали купцы и здесь устраивали ярмарку. Потом здесь была просто огромная промзона, ничего абсолютно красивого и даже ничего безопасного здесь не было. А сейчас посмотрите, какую классную набережную здесь сделали. И люди теперь специально приезжают сюда гулять. А еще в Нижнем Новгороде оказалось просто огромное количество классных ресторанов. Мы сходили в один известный ресторан, очень популярный, и он находится в старинном особняке. Здесь даже лепнина сохранилась, они ее восстановили. Было очень интересно, потому что нам дали в наушниках послушать подкаст про этот особняк. И еда была тоже очень-очень вкусная. В общем, в Нижнем Новгороде можно, в принципе, целый день ходить по вкусным заведениям. Можно ходить по музеям, можно пойти в Нижегородский Кремль, можно съездить в зоопарк. Можно гулять по вот этим старинным улочкам и любоваться на красивые домики. Можно просто, например, сидеть на набережной и встречать закат. Мы, кстати, пытались это сделать, но оставили это мероприятие на последний вечер. И в этот день как раз были тучки. Поэтому, как минимум, ради закатов мы точно вернемся сюда еще раз. Нет, я, конечно, слышала в отзывах, что Нижний Новгород очень классный. Но мы почему-то постоянно ездили в Казань. Хотя до Нижнего Новгорода нам тоже ехать, в принципе, не так уж и далеко. Мы доехали примерно за пять с половиной часов. Так как в Казани мы бываем, но очень часто, теперь я думаю, что мы будем ездить как раз в Нижний Новгород. На видео посмотрите. И это площадь около Нижегородской ярмарки. Тоже очень красивая. Тоже советую сюда обязательно сходить. В прекрасном Нижнем Новгороде мы провели три ночи и четыре дня. И отправились к себе домой. Я очень люблю поездки, но вот чего мне не хватает в путешествиях, так это мои кошки. Я по ней, правда, всегда очень сильно скучаю. Спасибо Суздалю и Нижнему Новгороду за гостеприимство. Спасибо вам, что посмотрели это видео. Надеюсь, вам было интересно. Обязательно пишите ваши вопросы в комментариях. Я на них постараюсь ответить. А в следующий раз, кстати, мы хотим поехать в Йошкаралу. Кто-то был уже там или нет?